Как часто вы чувствовали себя ущемленным? Так, тихо, забываем про свои детские проблемы и поговорим о важном. О клавиатуре. При чем тут ущемленность и клавиатура? Сейчас я расскажу. Да все очень просто. Взгляни на свою клавиатуру. В большинстве случаев она либо вообще не имеет подсветки, либо с ней что-то не так. Сейчас я расскажу, что же с ней не так. Когда производитель ее создавал, он делал акцент на английский язык и поэтому подсветку подстраивал именно под этот язык, забывая о других. А потом уже где-то рядом лазером высекалась кириллица и подсвечивается не так четко и не так ярко. Но в мире есть компания, которая не считает нас людьми третьего сорта. Это компания Jimbird. И она сделает такой шаг, которого никто не ожидал. Встречаем. Jimbird Dynamic Late Keyboard. Мы подсветим только кириллицу. Есть вещи, про которые сказать что-то надо. Но вы и сами все прекрасно знаете. Клавиатура поставляется в ничем не примечательной картонной коробке. А теперь откроем черный ящик и посмотрим, что же лежит внутри. Неожиданности не случается. И внутри мы видим саму клавиатуру, нежно упакованную в целлофановый пакет. Небольшую инструкцию и диск драйверами. Последний очень важный для клавиатуры. И сейчас я вам расскажу почему. Не будем тянуть кота за. Давайте вообще не будем трогать котов. Сразу перейдем к особенностям. Ведь именно из-за них мы тут и собрались. Еще раз слушайтесь название клавиатуры. Dynamic Light Keyboard. В переводе означает динамические слои клавиатуры. А что это означает? Сейчас я вам все расскажу. Вот вы просто взяли в первый раз клавиатуру и четко видите латинскую раскладку, нанесенную белым цветом. Кириллическая раскладка темная и сливается с серыми клавишами. Если не разобраться и не установить те самые драйвера из комплекта, то пользоваться будет очень неудобно. А вот после установки драйверов происходит магия и кириллические символы подсвечиваются красным цветом. И тут вы можете опять сказать, что все это будет неудобно, красный цвет будет перебивать белый и английские буквы будет искать неудобно. Но еще раз напоминаю вам о слове динамические в названии. Значит все работает так. Если у вас на компьютере включен английский язык, то подсветка не работает и вы отчетливо видите английские буквы на клавиатуре. Но стоит вам только переключиться на русский либо украинский, клавиатура загорается красным цветом и вы уже отчетливо видите родные символы. А это уже приятно, не так ли? Переместимся в правый верхний угол и обратим внимание на два элемента. Колесико прокрутки и клавишу с обозначением NUA. Колесико поможет вам регулировать яркость клавиатуры. Ночью клавиатура не будет выжигать вам глаза, а днем солнце не помешает работать. Ну а дивная клавиша поможет забыть о неудобствах, ведь переключать языки можно с ее помощью. Теперь спокойно забываем какие комбинации клавиш нужны и нажимаем только эту клавишу. А теперь поговорим о дизайне. Если вы ждете чего-то необычного, то проходим мимо. Клавиатура выполнена из черного матого пластика, который очень сложно запачкать и это плюс. Единственное что выделяется это цвет клавиш. Здесь они не черные скучные, а серые, что добавляет какого-то прикола к дизайну. Также при включенной клавиатуре она будет загораться красной подсветкой. Это добавляет еще больше крутостей и цвета. Сама клавиатура классического типа. Все клавиши находятся на своих местах и заново привыкать к ней не приходится. Сами клавиши имеют довольно длинный и четкий ход. Громкость клавиш можно назвать нормальной. Да, клавиатура не сверх тихая, но все же тише моей основной. Над основными клавишами расположились мультимедийные. С их помощью вы можете управлять музыкой и громкостью на компьютере. В итоге мы получаем довольно интересную клавиатуру. А динамический тип подсветки это не просто развлечение. Он повысит продуктивность вашей работы в несколько раз, ведь вам не придется потом выскать нужный символ. Ну а стоит Jamboard Dynamic Light всего ничего 20 долларов. Подписывайтесь на канал и держи группу. Ставьте лайки, ведь больше лайков, больше новых видео, больше новых обзоров и вообще больше всего интересного. Всем пока!